Здравствуйте, туристы и милитаристы! Вот такой вот у нас сегодня нож на обзоре прислал его интернет-магазин «Кавказская легенда». Нож восточный, производства ООО «ПП Кизляр». 233 мм, общая длина 113 мм, длина клинка, ширина клинка 38 мм, толщина по обуху 3,6 мм, вес 166 грамм, сталь АУС-8, 57-59 единиц по шкале Роквелла заявлено и кавказский орех на рукояти. Кожаные ножны. На самом деле, давным-давно на этот нож смотрел на самых разных сайтах и как бы действительно рад, что он попал мне в руки. Почему? Потому что именно хотелось примерить по руке, интересовала очень вот эту вот сверханатомическую, скажем так, рукоять. Потому что здесь, видите, здесь даже буквально под каждый палец сделана выемка, такая полупистолетная рукоять, четкий такой изгиб. И на самом деле рукоять зверски удобная. Когда берешь вот таким вот именно хватом, на который эта рукоять рассчитана, то вот у крупной ладони все пальцы встают как надо в подпальцевые выемки, четко запирается здесь у нас клинком, таким вот выходом под пальцевым упором. И с этой стороны навершием четко запирается полностью кисть, таким образом, что нож абсолютно безопасен. Здесь совершенно исключена какая-либо возможность того, что у вас указательный палец сойдет на режущую кромку и большой палец очень удобно ложится сюда вот в основание рукояти. Просто замечательный нож с этой точки зрения. Каких-то других хватов здесь искать не приходится. Ну давайте возьмем, скажем, молоточный. Ну он имеет место быть, хотя вот этот вот горб, который при таком вот диагональном хвате, задуманном именно, запланированном, он очень удобно упирается вот в эту часть ладони. И здесь он наоборот, как-то так вот, именно вот это место, оно немножко сильнее, чем надо бы. Но действительно можно зажать вот таким вот образом нож в руках и дело пойдет. Если вы хотите изобразить из себя какого-то восточного единоборца, то даже можно запросто поставить нож вот таким вот образом обратным хватом. Очень комфортный обратный хват, все пальцы встают как надо и четко помещается большой палец на навершие. Хотел бы еще отметить, что у рукояти очень удобное вот это сочетание, то что здесь мало того, что она у нас полупистолетная, такой вот выход на навершие. Огромный вот плюс мне понравилось, что здесь вот все как именно анатомически, я не знаю, случайно это получилось или действительно специально вычисляли, но факт в том, что где пальцы длиннее, там рукоять шире. Где пальцы короче, то есть вот именно под мизинец, такой у нас здесь совсем узенький участок и очень-очень удобная рукоять, действительно очень удобная. Если мы берем каким-то вот таким вот хватом, скажем полу нарезательным, вот таким вот образом, то тоже крайне удобно нож сидит в руке. На одном из сайтов, а, давайте вначале про ножны, что это я? Ножны у нас кожаные, традиционные ОООПП кизляр, которые я уже опять же традиционно на своем канале называю из шкуры жопы дракона. То есть такие чешуйчатые, рельефные, петля свободного, казалось бы, вертикального подвеса с помощью клапана превращается в петлю фиксированного вертикального подвеса. Петля здоровенная, на любой ширины ремень совершенно спокойно налезет. Нож при закрытом клапане довольно сильно гуляет, вот так вот. Это, конечно же, недостаток. Ну, насколько это критично или не критично лично для вас, можете решать. На мой взгляд, это, конечно, недостаток, что нож вот так гуляет, но, опять же, для меня лично не критично. Здесь у нас сцены из жестокой природной жизни. Я так понимаю, ядовитая змея хочет пожрать у бедной птички ее птенцов. Ножны сделаны грубовато, опять же, в кизлярском стиле, но совершенно функциональны, совершенно, скажем, выполняют свою роль. Единственное, конечно, косяк при всей своей красоте. Если вы используете этот нож, то лучше его насухо вытирать, когда вы его помещаете в ножны. Почему? Потому что у нас здесь присутствует полное отсутствие какого-либо отверстия для слива жидкости. Поэтому, если нож будет мокрый, вы понимаете. Восьмерка при всей ее нержавелости, она довольно-таки ржавучая. В общем, нормальные зачетные ножны под такой хороший этнический нож. На самом деле, с этническим ножом даже не режет глаз вот эту вот, именно, вся вот эта вот аляповатость, скажем так, ножом. По поводу рукояти я уже высказался. Рукоять очень удобная, действительно, ребят, она мегаудобная. И нож этот позиционируется и как шкуросъемный, и как туристический. И чуть позже об этом. Значит, по поводу шкуросъемности. Те, кто не знает, я тем говорю еще раз, что я не охотник, и никогда не берусь скинерские какие-то возможности ножа. То есть, я теоретически, конечно, могу предположить, что вот такие вот какие-то движения, там, взрезающие, подрезающие, они здесь очень комфортны именно за счет строения клинка и за счет строения рукояти. Но я вам могу сказать, как человек, который знаком, который на «ты» с кухней и особенно с какой-то вот именно кухней на природе, на даче на шашлыках, этот нож просто отлично будет работать по продуктам. Просто суперски. Почему? Потому что именно у вас рукоять задает изначально вот такую вот постановку угла ножа, обуха, скажем, по отношению к разделочной доске. И просто широченная, широченная такая вот дуга, очень круглая режущие кромки. Плюс наш клиночек формы «трейлинг-поинт» с задранным вот этим вот носом, он еще больше ее продолжает. То есть, нарезка этим ножом, нарезка мяса, нарезка овощей, это будет просто удовольствие. Вот это вот я могу сказать еще до тестов, потому что, ну, это 100%. Это просто сама форма кричит об этом. Самое смешное. На одном из сайтов я прочитал, что этот нож, он еще и тактический. И если говорить о каких-то, ну, на самом деле, тактического в нем ничего нет, подразумевалось, что с помощью вот этой вот пистолетной рукояти вы сможете наносить колющие удары. То есть, ну, на самом деле, товарищ, который писал это описание, он немного перепутал именно определение. То есть, тактического в этом ноже совершенно нормальный этнический резак с совершенно традиционными кожаными ножнами в нем ничего нет. Но было сказано, что благодаря пистолетной рукояти можно наносить смело колющие удары. То есть, если мы его рассматриваем как предмет для нанесения каких-либо колющих ударов, в этот момент далекой Белоруссии знакомый многим моим товарищам по сообществу персонаж начал биться в огонь и извергать из себя просто фонтаны всякого разного. Уже наверняка в трясучки пишет какие-нибудь гневные мне письма. Так вот, ну, я извиняюсь за это отступление. Если мы берем с точки зрения нанесения каких-то колющих ударов, то я тут полностью не соглашусь. Уж насколько я люблю пистолетной рукояти. Почему? Потому что рукояти, я напомню, она действительно рассчитана здесь. Что в этой рукояти тактического? Несмотря на безобидный орех, несмотря на безобидный вот такой вот общий вид ножа, то, что у вас полностью в момент какого-то укола защищена кисть. Очень удобно. Изгиб рукояти пистолетной, вот этот вот горб, упирающийся в ладонь, он действительно способствует тому, чтобы наносить просто какие-то пробивные удары. Плюс у вас сам по себе, сама по себе кисть, она находится не под вот таким вот углом, который менее естественный при нанесении удара именно. А она больше, ближе, скажем, к классическому вот такому вот ударному положению кисти, кулака, скажем так. И всё, и на этом всё заканчивается. Потому что, да, рукоять под это заточена. Клинок совершенно не даст вам возможности какой-то эффективный укол нанести. Потому что, когда вы наносите, если вы наносите укол, то вот этот вот... Если бы был прямой клин, я бы сказал, да, несмотря на всю хоз бытовую внешность ножа, он действительно в умелых руках будет таким, ну скажем, опасным предметом, с помощью которого можно действительно наносить сильный укол. Здесь сдёрнутый кончик не даст. Вам придётся просто вот так вот подкалывать. А когда вы, если вот именно для того, чтобы нанести не порез, а именно укол этим ножом, если вы будете вот такое движение делать, то вся, как говорится, энергия вашего вот этого тычка, она пропадёт. По большому счёту, он абсолютно безобидный, как любой... Ну, он настолько же опасен, как любой кухонник, и безобиден, как любой кухонник. Скажем так, в этом плане ничего тактического или самооборонного я в нём не вижу, несмотря на великолепную рукоять. Если конкретно эту рукоять переобуть в G10 и вот полностью вот до этого места всё сохранить как есть, даже вот это вот, ну, такое вот своеобразное расширение, навершие, и поставить сюда какой-то короткий, мощный клин, можно какой-то клин с именно тантоид или, скажем... Как же он называется-то, забыл. Который напоминает овечье копытце. Неважно, даже не надо писать в комментариях, потому что я помню, как это называется, просто сейчас из головы вылетел. То тогда разговор будет другой. Тогда действительно, это уже будет интересно с точки зрения нанесения каких-то уколов. Восточный в том виде, в котором мы его сейчас наблюдаем, для нанесения уколов не пригоден. Это моё мнение. Хотите оспаривать? Оспарьте. То есть, да, какие-то порезы, прорезы, пожалуйста, но я говорю, что это уже тема какой-то вот самообороны, она настолько уже набила оскомину, когда есть ножи, которые действительно под это сделаны, это сразу же видно. Во всех других случаях, любой острый предмет в ваших руках, он может оказаться предметом причинения какого-то вреда другому человеку. Скажем так, завуалированно. Здесь, да, рукоять совершенно для этого подходит. Клинок нет. Что дальше? Давайте конкретно перейдём к самому клинку. Надпись восточный с одной стороны. Кизляр сделан в России и наклеечка против пиратства с другой стороны. Именно восточный такой клинок, такой вот трейлинг-пойнт с вздёрнутым носом. Вогнутые спуски от середины, будем считать, клинка. Они на самом деле переборщили с толщиной. Вот не надо было делать из ножа, с помощью которого можно нарезать мясо на шашлык или нарезать там какие-то овощи на плов. Не надо было из него делать вот какой-то вот полутактик. 3,6 много. Если мы его не рассматриваем как нож для каких-то именно вот прокалываний, ковыряния и так далее, так далее, именно из-за кончика. Для деликатного ковыряния здесь 2,8-2,5 мм хватило бы за глаза и за одно место. То есть в этом плане, если бы клинок был тоньше, то нож был бы гораздо функциональнее, на мой взгляд. Почему? Потому что чем тоньше клин, тем ближе мы к кухоннику, тем легче он нарезает, тем лучше он нарезает. В этом плане, конечно, это сделан реверанс в сторону, как бы что это походный кухонный нож. Но это не нужно было делать, потому что этим ножом неудобно будет там батонить, что-то еще там. Никто им не будет делать какую-то грубую работу. В походе он нужен именно для того, чтобы вот красиво где-то достать и красиво, аккуратно, быстро, качественно порезать продукты. Для этого клин должен быть потоньше. То есть еще тоньше. Отмечу еще по рукояти такой момент, что орех здесь, прямо скажем, не из дорогих. Пропитки как таковой нет, он просто так отполирован. То есть если вы хотите его пропитывать, пропитывайте. Если нет, он просто посветлеет со временем. Здоровенное темлячное отверстие здесь нужно для того, чтобы навесить какой-нибудь бахромы. И сделать этот нож еще более восточным. Какого-то функционала это отверстие не несет вообще, потому что у вас и так кисть полностью заперта в рукояти. Ну, совершенно здесь не нужен темляк с точки зрения безопасности руки. Темляк здесь нужен для красоты. Ну, напилили и напилили. Как говорится, никому не мешает, а кому понадобится, тому понадобится. Монтаж рукояти Full Tank слегка выпирает у нас хвостовик за оплашки. Это совершенно не делает какого-то дискомфорта. Рукоять у этого ножа очень комфортная. Было бы очень здорово, если бы на базе этой рукояти ОПП Кизляр построил бы какой-нибудь нож именно по-походни. С другим, именно с другой формой клинка. Может быть, какой-то классический клин вы взяли. Или даже это было бы еще интереснее, если бы сделали какую-нибудь клип-пойнтовую щучку. Ну, согласитесь, может быть, вот как-то вот, чтобы кончик перенести вот сюда, тогда уже всяко-разно по-другому будешь смотреть на этот нож. В общем и целом, мне нож понравился. Стоит он плюс-минус по разным магазинам. Я не знаю, я не спрашивал, сколько он стоит в «Кавказской легенде». Я думаю, что если вы попросите его за полторы тысячи рублей, скажете, ну, Архадыр сказал, полторы тысячи будет. Я думаю, что Макс согласится, вздохнет и уступит вам его за полторы тысячи рублей. В переводе на евро это какие-то, ну, вообще, за нож это вообще какие-то несерьезные деньги. Поэтому, это, скажем, нож не из разряда такого, что вот копил-копил полжизни, взял и разочаровался. Нет. Вы можете точно быть уверены, что если вы купите этот нож, по продуктам он будет работать суперски. Все остальное ему и не нужно. То есть, а, еще хотел сказать, что, конечно же, рыбку разделать, какие-то вот такие вот моменты, это да, это на ура, с этим я согласен. Вот, с чем я не согласен, это если этот нож называют тактикой. Ничего тактического в нем нет. А так, в целом, замечательный предмет, который наверняка кому-то нравится. Я так понимаю, что этот нож выпускают уже давно и снимать его с продажи не собираются. И, повторюсь, за такие деньги взять его вторым номером именно, работал, чтобы он по кухне. Единственный у меня к нему вопрос в плане продуктов, это как он почистит картофель. Если он еще и картофан будет чистить, то ему вообще тогда замены нет. Берете к нему какой-нибудь здоровенный, там, первым номером нож или мачете или топор, и будет вам счастье. Вот так вот. Спасибо за просмотр. Всего доброго.